Добрый вечер, любители киберспорта, промокодов. Рад я вас сегодня всех видеть. Я, если что, ненадолго, не переживайте, не буду отнимать работу у девочек, но немножко мы с вами пообщаемся. Так, у нас сейчас что будет? Остаться в живых, я прав? Да. Да. В поле войны? Я всё подтвердила. Да. Хорошо. Ну, неважно. Уже в который раз он вот так приходит, знаешь, такой гордый, такой довольный, всем привет, и ошибается он с названием конкурса. Да потому что. Брутир, как это работает? Да потому что. Придёшь ты ко мне на киберспорт, пообщаемся. Без вопросов. Нет, меня туда не пускают. Меня туда не пускают. Не, мы можем сказать, вот эти синенькие, вот тот в табе, который у синеньких второй, он поехал вот за ту горку какую-то там, вот вообще. Я с лёгкостью это скажу, ты только пригласи. Мы там с Викой такой трэш устроим. Погоди, 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 Надюшек, ещё не факт, ещё не факт, что мы плохо откомментируем, поэтому... Вы хорошо откомментируете, я уверен в этом. И я уверен. Девчат, это же киберспорт, там главное улыбаться и махать. Мы улыбаемся и машем, Надюша. Так что всё у вас хорошо будет. Вы, кстати, знаете, что у нас скоро турнир начинается? Даже серия турниров. Зачем я начал об этом говорить? Я думаю, это Новый год. Новый год. Оху, через 365 дней. О, да. Ребята, напишите, пожалуйста... Забыли, вырежем это, подрежем, всё будет чётенько. Ребята, напишите, пожалуйста, плюсики, кто из вас ждёт турниры. Скоро будут и соло-турниры, так что даже если у вас нет команды, вы сможете поучаствовать, заработать какие-то... Будьте рад, включили? Да, 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 потеряли меня, ясно. Тут на чём я остановился? Что ты нас используешь, ты нас используешь, чтобы прорекламить киберспорт. Да, правда, Надя просекла. Да, да, всё верно, ребята, использую я эту возможность, чтобы прорекламировать в очередной раз киберспорт. Обязательно приходите, ребята, я вас буду очень сильно ждать. Нас использует Вика, ты понимаешь, он разбил нам сердце то, что... Нет, ну цветы-то настоящие. Цветы настоящие. Какой? Вот этот кактус? Важно, там же цветочек есть. Наша тут любовь. Между прочим, кактусы поглощают всё излучение от компьютера, так что я забочусь о вас. Это тут сарказм, не могу понять, где он? Ну вот и славно. Ребята нашли сарказм, пишем плюсики в чатик. Да. Но я не понимаю, о чём. Всё, всё, блин, короче, ладно, вырежем. У нас есть кто победил в этой выборке, кто будет участвовать в данном конкурсе. Вы можете видеть, Миша, ты же показываешь, да, вот эти победители, вот я их вижу. О, круто, Миша всё показал. Вы видите, кто участвует. Ребята, хочу вас предупредить сразу, кто не участвует, кого нету в этом списке, не заходите на карту, потому что вы будете кикнуты оттуда с баном, поэтому делать этого не надо, возможно, вам в следующий раз повезёт, вы сможете поучаствовать, но заходить на карту, если у вас в списке победителей нет, не стоит. Это правда, да, слушайте, я тут зашёл в чатик и увидел, что чатик очень быстро летит. Как вы с ним справляетесь, понятия не имею, очень сложно читать. Привет, Индиго, привет, Елена, всем привет. Огромный, сколько плюсиков. Ай-яй-яй, все такие, такие, глазастые. Все такие, все такие с калькуляторов сидят, короче, писают. Ну и ладно, ну и ладно, а чтобы нет. А, кстати, раз уж такая пьянка пошла, расскажите, девчат, вот у нас 25-го числа, как известно, закончится челлендж. Как у вас со звёздочками? 400. 400, ну нормально. Неплохо. Так, Викуся, ты должна поразить нас. Да, я сама от себя в шоке, я не себя от себя, скажем так. И у меня аж 778. Чего? Да ты гонишь. Я тебя отмечаю, Матюша. Как ты так могу? Ты когда это делала? Я не знаю. Ну то есть, смотри, я такая, зашла в танки, думаю, о, сейчас поработаю, пойду выполню заданку. В общем, поработала, пошла выполнила заданку, хоп, уже почти утро. Ага, и на третьи сутки такая, о, да ты что, мне аж тырит, какой чай хороший бутер дал. Нормальный чай. Надя, Надя. Вообще, я обиделась вообще, на самом деле. Как ты могла так задротить без меня? В смысле задротить? Ты посмотри, чего хотела вину на меня свалить, а это негодяйка. А вообще, во всем виноват бутер, да, Вик? А вообще, Миша. А, Миша? Миша ничего сказать не может, давайте на Мишу валить. Не надо, не надо тут. А я тебе, между прочим, на спаси голдейщу, говорила, что Миша косячник, вот это он все пакостик. А ты защищала его. Нет, Миша хороший, не обижай Мишу. Какой-то кнут, пряник, ты вообще быстро меняешь. Я, да. Как будто у тебя в правой руке тульский пряник, а в левой руке вот этот кнут с этого шопа. Интересная я зверушка, но да ладно. Зверушка. Ихолушка такая, да? Короче, она тебя растаращила. Боже мой. Растаращила, боже мой. Вот так вот с зверинцем мы живем. Да, кстати, тут у нас уже многие ребята набили 2000. Тут даже есть у кого-то за 3, за 4 перевалило. Зачем? Зачем? Нет, знаете, самое интересное, у меня был такой вопрос. Есть некоторые друзья у нас, Ваня Сотников, да? Ребята, которые набивали эти звезды там в первую неделю. Скажите мне, в чем смысл? Я первым оседлал коня. Отдыхать. Я просто, ну, быть в числе первых, ну и что, что быть? Вот я не знаю, это какое-то потешит свое эго, я не знаю, вот это вот, типа я такой вот самый первый. Просто кому будешь хвалиться? Пришел такой в битву, зашел, ребят, а я самый первый набил. Ребят, я не понесу мяч, потому что я самый первый себе Хантер набил. Да, здорово, чебичан. Я, кстати, до сих пор Хантер не набил, немножко осталось. Скоро будем кататься. Задрот. Это ты говоришь, Вик, я вообще, вот, я полностью, я так понимаю, это дурное влияние. Надо, ну прости, пожалуйста. Просто этих ребят это... Надо, ну прости. Нет, нет, Вика, нет. Ну я не буду больше. Так, да, у Вики все равно иммунитет, так что мы ее не выгоним отсюда, поэтому даже не думай. Что? Ну раз дошло до голосования... Какой умнитет, так что ты говоришь? Дом 2, так дом 2, ради бога. И мы тут стоим танки. И мы счастливы. Сектор приз на барабане. Боже, давайте получим, ребят. Ой, боже мой. Да, кстати, ребята. Дом боже мой. Ребята, ребята. У кого детский голос? Это у бутера. Ребята. Что? И палок, то прост. Да. Слышите, какой он? Такой, прям такой. Не умничий ты. Вообще, на самом деле... Миша. Миша. У нас тут оператор умирает, а вы... Я хотел спросить... Давайте добьем, давайте ему кактус в рот. Да. Я тебе его нес. Это тот самый, который от бутера? Да. Да. Мне кажется, справедливо. И бутеру половинку. А горшок бутеру. Вот так. Просто горшок. Без разницы, какой найдем ночную вазу. Я тут чатик читаю. И знаете, что думаю? Ребята. Давай, расскажи. Скажите нам, пожалуйста, как вы в плане игры с нами? Хотите ли вы увидеть противостояние нас, то бишь стрим-тошников, против, собственно, вас? Если вдруг вы битву с подписчиками хотите, обязательно заходите в группу ВКонтакте и пишите об этом в комментариях. Мы это увидим, соответственно, сделаем выводы. И я надеюсь, что в воскресенье, например, соберемся и победим вас. Ну или проиграем, тут уже как пойдет. Помню я, как мы побеждать собирались. Я как пришла в ТС, я говорю, ребят, проиграем. Куда вы идете? Проиграем. И что ты думаешь, Надюш? Проиграем. Что, проиграем? Ты пошла звезды набивать? Я просто психомала. Я говорю, ребят, я пошла мультики смотреть, да? А вы тут играете? И они проиграли. Ну и пошла звезды набивать, видимо. Все, это вообще рана в моем сердце. Это вот этот рубец. Пожалуйста, я больше не буду, не буду. Это просто нереально. Ты меня прямо сейчас убила. Просто без пуль, без выстрелов. Просто дуэль какая-то. Кто хочет спрашивать за звезды? Кто? Бутер, блин. Что, я просто хотел похвастаться, что у меня уже почти 2000. Так что... Все к месту. Смотри, Надюша, это нельзя. Бутерброд, это Мэр Бутерброд. Я, Викуся Пламенная. Есть у нас еще оператор, это Immortal Hero Doe. И наша, Надюша, которая в чате, это Галактика. Вот, теперь вы нас все знаете. А, и наш админ, который тут сидит с нами, это Дмитрий55. Здравствуйте. Мы начинаем. Он еще сидит? Да, он тут, вон. Так, всех назвала, все. У нас, кстати говоря, есть карта. И, ребята, да, вы тут в чате возникали, как же так, почему до сих пор мы не начали транслировать конкурс. Потому что, друзья, мы ждали, мы отвлекали ваше внимание, и вот, наконец-таки, теперь можем начинать. В принципе, карта есть. Вы как, девчат? Зашли? Я, да. Да, да. Да, да. Я ищу. Хорошо, хорошо. Не, ну вдруг ты просто с первого раза не понял, тебе мешает кактус во рту. У меня вопрос. Я прокачиваю гром, мне осталось два шага. У меня он станет в модификации М1, а он у тебя М0? Если М0, то да. Да, то конечно. Конечно, если он у тебя М2, и ты прокачиваешь, то он не станет М1. Это не действует в обратную сторону. Короче, ребята, помните. Это не действует в обратную сторону. Да, немножко очевидной информации, ребята и девчата. Ну, собственно, ладно. Хватит на сегодня бессмысленных разговоров. Есть конкурс, наконец-таки. Так что, девчата, сейчас будут совещать, а я с вами прощаюсь всем. До скорых встреч. Надеюсь, что до завтра. Пока-пока. Ну, а нам остается сказать только... Вали! Спасибо за это. Слава богу, Надя. На что с тобой такое сегодня? Я не злопамятный, но теперь я запишу это и буду припоминать тебя. Блин, Миша, вырежи, пожалуйста. Нет, Бутя, ну, чмоки-чмоки, иди давай. Вот сейчас за угол зайду. Ребята, если обо мне будут тут гадости говорить, пишите в Дирек. Куда? Кстати, кто там у нас стучит, пишите туда. Ну, у нас таких нет, у нас все любят нас. Нет, а почему вы Бутера выгнали? Оставался бы с нами. А его никто не угонял, он сам ушел. Да не было такого. Покажите мне это, я это не помню. Я в шоке. Я не знаю, я вообще взял и ушел. Он сегодня нас бросил, просто... Он бросил нас, как обычно, просто взял и бросил. 42 тысячи, это чего? А сколько нас сейчас, подписчиков на... А сколько нас сейчас сегодня? ВК? 120. Не, на Ютубе. Ребята, дело в том, что у нас на наш канал скоро, совсем скоро подпишется ровно 42 тысячи подписчиков. То есть нам нужно 120 подписок, и мы разыграем 100 тысяч. Ребят, зовите всех своих друзей. Вот если каждый позовет вот просто под 10 человек, то мы наберем 120 подписок и разыграем 100 тысяч до 42... Блин, Миша! Прекрати это делать. Да, 42 тысяч осталось совсем немного, поэтому зовите своих друзей, подписывайтесь. Мы разыграем 100 тысяч в прямом эфире. Ух, все, выдыхаю, короче. Нет, на самом деле сегодня хорошее настроение, такое хорошее-хорошее. Сегодня был первый рабочий день, и даже не дергается глаз, вот только заговариваюсь. Сегодня было много подарков в честь моего прошедшего дня рождения. В общем, на работе меня сегодня поздравляли, поздравляли. И поэтому все так круто, еле дотащила подарки на такси до дома, и круто. Оп-оп, ты как Верка Сердючка поешь-то. Вик, давай, влазь. Нет, я еще не пою как Верка Сердючка, но в конце концов... Ну, я приглас. Да. У меня нет ничего. У тебя нет ничего? Вон она, а, вот есть, есть. Я выкинула с картой, короче. Семьки есть. Блин, ну что это происходит? Не знаю, Вика, я уже зашла. Не везет тебе, Наташа, если ты уже... Спасибо, ребят, спасибо. Прошедшим днем варенья меня поздравляют. Спасибо. Только не спрашивайте, сколько мне лет. Все равно не скажу. Да приглашение не меньше. Сейчас, 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 Ник, сейчас. Ее там нет. Да, да, да. Конечно, вот видишь, это я тебя никогда не подведу. А эти мужчины, они просто ненадежные, понимаешь? Вот что бы Миша сейчас ни говорил, а он сейчас молчит, ребят, просто ничего не говорит. Учитывая тот факт, что порою приглашения крайне лагают, и приглашают меня в левую битву, не в ту, которую надо. Ладно, я сейчас просто обновлюсь, потом мне еще дадут пригласик. Когда мы будем начинать, а вот как только у нас там организаторы конкурса соберутся с мыслями, в конце концов, вот так сразу мы и начнем. Кстати, тем временем мы уже тут решили, за сколько лайков мы будем разыгрывать промокоды. Я надеюсь, что на этот раз мы их точно разыграем. Сколько? Я не знаю. 250. Ага. Дима здесь, мы где-нибудь его потыкаем. А так, Дима Волк, что там? Я где-то, мы тут пропустили. По-моему, нам 54 года. Вообще мне 76. Нет, Вик, на двоих, на двоих, пускай нам будет 54, вообще. Нет, даже меньше, нет, это много. Давайте на двоих нам 48. Много берешь. А, ну хотя если там от тебя отнять или прибавить, мне это... Ну, в принципе, да, нормально. Тогда все, короче, решили. 48 на двоих мы забираем. Сектор приз на барабан. Мы забрали 48 на двоих. Так, ребят, мы начнем, как только у нас на карте будут только те игроки, которых выбрал наш сайт конкурсов. Вот та выборка произошла по списку. Вот как только зайдут те люди, которые есть в этом списке, и только тогда мы начнем наш замечательный конкурс. Ну, а у меня он начнется ровно тогда, когда мне дадут еще раз приглас. Вот. И что ж, конкурс начинается, да? Да-да-да. А тем временем, между прочим, бабушки-старушки... Что там про бабушек? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бабушки-старушки, ушки на макушке? Конечно! Конечно! А 24 это что? 22? 24? Кому 24? Ребята, в общем-то, нам тут нормально. 48 нам на двоих, поэтому сколько кому, это уже остается только догадываться. Дима Волк, вот я не найду твоего вопроса, вот уже проистала вообще кучу всего. Ну, вам 54 года? А, ну, я не знаю, что за вопросы такие. Или еще там был какой-то вопрос? Не, ну может быть другой, я просто смотрю. 250 лайков, ребята, мы решили, что будет промокод, да? 250? Да, 250. Кстати, себе я все, Ники, кто у нас в прошлый раз правильно ответил на мои вопросы, я все записала, поэтому сразу после этой трансляции я все всем отправлю. Но главное, зайдите в настройки и поставьте галочку «Принимать подарки от всех», иначе я просто не смогу их вам подарить от нашей группы. Не то, поэтому давайте доходим в настройки. Да, чтобы вы потом не говорили, Викуля всегда отправляет все подарочки, поэтому открывайте, возможно, чтобы вам присылали подарочки, и мы вам все отправим. Дима Волк, вниз пролистайте. Вот тебе нужен ответ на вопрос, поэтому ты задавай, еще раз продублируй, мы не нашли. Как зайти на карту, я участвую. Смотри свой профиль, это правый верхний угол, нажимай на никнейм, там наверняка у тебя уже есть ссылочка, которую тебе прислали, ребят. Правый верхний угол, обнови страницу. Обновитесь. Как вас зовут? Вот ВК. Данияр Газымов. Да. Вот под этим видео есть ссылочка на нашу группу ВК, и в этой группе все есть мы, поэтому переходи, ищи, имена ты наши знаешь, все ты там найдешь. Хватит, я не хотела, чтобы меня нашли, а она сидит рассказывает. Ну, это же очевидно. Ну, между прочим, не каждому очевидно. Ой, все ясно. О, ну, ну, прости. Нет, не прости вообще, что это, пускай все смотрят на нас. Ну, ты же, пожалуйста, хватит обидки кидать. Нет, нет, я вот, кстати, помню, я запомнила на всю жизнь. Вот столько мы с тобой дружили, просто сквозь огонь, воду, медные трубы. И ты так взяла, и сколько ты там звезд набила, еще раз скажи? Я не помню. Ага, не помню. Сколько, 700? Я не помню. Угу, почти. Да какие звезды, я просто сказала, чтобы бутерок так убажить. Не более того. Ах, все. Мне прям не напоминаю, мне прям тяжко только от одной мысли, что ты могла так сделать, а что ты это сделала. Возможно, у тебя будет Hunter XT, даже он мне не нужен, ну, просто вот это, это такая рана на сердце. Все. А где находятся выигранные промокоды? Если ты выиграл промокод нашим розыгрышем на нашем сайте, то в своем профиле ты его находишь. Твой профиль это правый верхний угол, где твой никнейм. А тем временем у меня есть вопрос. Да? Значит, вопрос, Надюшек. Буду задавать или ты будешь что-то говорить? Нет, я буду молчать. Значит, звучать он будет именно так. То есть вам нужно будет снова дать три правильных ответа. На создание первой тестовой версии танков ушло 4,5 месяца. Первый зарегистрированный в танках игрок, не являющийся разработчиком, именно ник вам нужно назвать. А самым-самым первым в игре зарегистрировался серверный программист альтернативы, то вам нужно назвать его имя, фамилию и по возможности даже ник. Первой картой в танках стал прототип какой карты. То есть, красава, Миха, просто давай пятюню. Значит, вам нужно назвать, кто был первым зарегистрированным просто игроком обычным в танках, его ник. Кто был первый зарегистрированный серверный программист, его имя, фамилию и по возможности ник. И первая карта в танках. Я уже все скидываю, не кричи, пожалуйста. Сейчас все будет. Ответьте на мой вопрос. На какой вопрос? Я вот опять даже ничего не увидела. Я вопрос не задавна, но вы ответьте. Касим, орех, рах и ка... Нет, это были не орешек с Касимом. Нет. И не сирень. Нет. И не векуся. Нет. Девушка, скажите, пожалуйста, почему выбрали 27 человек, а не по 9? Ну, я так думаю, что всех, наверное, сразу выбрали. И, наверное, же будет 3 раунда. Не один же бывает, правильно? И поэтому вот распределяют. Ну, честно, это не мы. Мы только освещаем данное событие. Все остальное делают организаторы конкурсов на форуме. Поэтому там есть администратор Карен. И все вопросы, в принципе, туда. Мы так, какие вопросы... На какие-то мы можем ответить, на какие только туда. Девочки, я помню стримы, когда лайки набирались, на промокоды не разыгрывались. Было такое. Это вот наша инициатива. Девочки, они все могут. Привет, Ачиммент. Привет. Большой тебе. Давай к нам. Кстати, да, давненько он не прибегал, между прочим, к нам. А что это? Он просто нас разлюбил. Вот просто взял и разлюбил. Сегодня даже Алик к нам присоединяется. Боже мой. Алик, здравствуй. Прям отдельно. Понимаешь, человек пришел, чтобы нас услышать. Надюшек. Круто. Это уже правильный ответ? Гтанкс, ты красавчик. Да, молодец. Ты нашел все-таки правильный ответ. Это значит, что ты умеешь пользоваться нашим форумом, вики и ресурсом хелп. Итак, правильный ответ у нас звучал именно так, кстати. Победитель у нас Гтанкс или Гтанкс, не знаю, как правильно там. На создание первой тестовой версии танков ушло 4,5 месяца. Первый зарегистрированный в танках игрок, не являющийся разработчиком, это Глеб Никитин. А самым-самым первым в игре зарегистрировался серверный программист альтернативы Алексей Квиринг. Арс-80. Первой картой в танках стал прототип трибюта. Поэтому поздравляем тебя. Ну, кого убили, что ли, не знаю. Может, психанули? Я психанула. В итоге, что у нас происходит? Непонятно. А, да, кстати, а, президент оф Джорджия, да, это его ник, который у нас, значит, танкс. Натос, да? Блин, ребята, они кокситы живые. Да, всё, Натосик, хорошо. Саша Мир, для того, чтобы попасть на данную карту, ты должен был заранее пройти регистрацию на данный конкурс. Он проходил на нашем сайте розыгрыша, там есть и регистрация на конкурсы. Вот если бы ты пошёл в регистрацию и рандом тебя выбрал, то ты мог бы попасть на данную карту. Сейчас, увы, никак. Мне не пришла ссылка, я участник. Проверь, пожалуйста, свой профиль, свои личные сообщения. Это право вверх, Google, где твой никнейм. Обновись. Наверняка там есть какое-нибудь оповещение. Посмотри внимательно. Возможно, тебя попросят добавиться в друзья. Возможно, тебе дадут ссылочку. Всё там. Если тебя выбрал вот этот рандом, то ты обязательно попадёшь. А что, Дим, пригласы в друзья, что? Да, ребят, в друзья добавляйтесь. Добавляйтесь в друзья. Организаторы сами, да, раскидали пригласы? Ребята, ждите пригласы в друзья. Заявки, господи. И вас потом обязательно пригласят в битву. Заходите на свой аккаунт, ждите там заявки в друзья. И потом вас пригласят на карту. Ребят, не разводим панику. Всё нормально. Как всё сложно. Боже мой. Да, да, да. Друзья, ребята. Друзья. Кстати, по поводу промокодов за 250 лайков мы будем в чате к вам сбрасывать промокодики. А зачем на самом деле так было осложнять всё это, там, добавлять, приглашать? Вообще, кошмар какой-то. Правильно сделали, Эрик, ты считаешь? А я так не считаю. Я считаю, что всё должно быть проще. Потому что пока ты разберёшься, пока ты там где-то не дочитаешься от чего-то, это всегда нервы, это всегда море вопросов. Это лишний кипиш, как по мне. Почему мне в новостях пишут, сегодня ты получил скидочную карту, эта карта даёт тебе скидку. Ну, эта карта даёт тебе скидку. На тот или иной там бонус какой-то, ты зайди в магазин, увидишь себе скидку, смотря на что. Там же всё предельно понятно написано. Как можно не досмотреть, не увидеть какой-то смысл в этом? Какая пушка тащит на майоре? А какие есть? Да, Вик, на самом деле лучше, если добавляют друзья, потому что вот вчера был конкурс, ты на него не попала, но вчера был просто такой беспредел. Ну, конечно, я согласна, что можно слить и так, но вот когда ссылку присылают в личку, то безумное количество ссылок просто сливается. Может быть, сейчас будет меньше сливаться, но я, конечно, не знаю. Я не спорю вообще ни разу и ни в коем случае, но просто вот эта процедура реально сейчас показывает на данный момент, что это сложно. То есть, если бы можно было придумать иную процедуру, которая, да, может выбирать игрока, вот как Дима пишет, что система выбрала, например, там, Надюшу нельзя, всё, ты идёшь, участвуешь, меня не выберет, потому что до этого я участвовала. Эрик, для тебя это легко, да, но учитывая, что сейчас возникли вопросы и возникли опять непонятки и путаницы, то это тяжело. Может быть, да, для тебя легко, хорошо, но ребятам не всем легко. Всё, Эрик, с тобой спорить я не собираюсь, хорошо, останемся каждый при своём мнении. Да, Дима, с какого аккаунта они добавляют? Эрик, с какого аккаунта? Ковару, Энтер. Ребят, ну, к вам, друзьям, будет добавляться какой-либо ру-ивент, ру-ивент, скорее всего, 28-й, поэтому добавляйте, а они должны добавить, ну, в общем, ру-ивент. В общем, ждите в личку сообщения, ребят, там всё будет написано, какого ивента добавлять. А тем временем я пока что задам ребятам вопрос, если никто из моих коллег не возражает. Нет, конечно. Так, самое популярное из выполняемых заданий в игре это первое место, второе и третье. Вам нужно назвать вот так вот поочерёдно, какое оно самое популярное задание выполняемое, какое на втором месте по выполняемости, и какое на третьем месте. Нет, нет, а вот я вам так-так-так-так-так-так, вот так я скинула, вы это увидите, вы это посмотрите, а вот ребята должны будут найти этот правильный ответ, и уже потом подсказать, написать нам. Очень ян, да, назовём так. Эта девушка уже стала бомбить, но делает вид, что всё окей. Это сейчас о ком именно речь, мне просто интересно, каковой из нас с Надюшей бомбит? Ну, наверное, меня, или просто человек плохо знает нас с тобой, что, судя по нашему общению, нас всегда бомбит. Ну, в хорошем плане, конечно же. Ну, смотрите, вот тропки, лыки, лыки, там... Я вам упрощу, давайте, задачу. Вот на первом... Нет, 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 не так вот. Вот на первом месте по выполняемости заданий это, ну, например, захватить флаг, да, там, доставить, закончить три битвы ДМ, ну, образно говоря. Вот вам нужно называть... Таша Зуев. Может, не будем брать? Нет, Дис уже у нас дважды выиграл Дис. Поэтому, чтобы было как-то справедливо, давайте другому... Игорь Танц у нас побеждал. Давайте вот, кто у нас еще сегодня не занимал... А, вон, любитель поиграть в ТО, нет? Да, Саша Зуев, он раньше. Вот, Саша Зуев, да, вот мы все-таки, я считаю, что должно быть как-то хоть какое-то равноправие, потому что Дис, ты тоже красава, конечно, но ты уже у нас побеждал сегодня. Кто еще? Гатанц тоже красопета. Ты тоже сегодня у нас дал правильный ответ, но, тем не менее, давайте как-то будем давать возможность и другим. получить подарки от нашей команды Стрим ТО. Поэтому, Саша Зуев, ты пиши нам свой ник. И после нашей трансляции обязательно мы подарим тебе подарок. Дис это не модер. Алик, ты вообще красопета! Не обсуждается даже. Красава. Конечно, красава, боже мой. Даже не сомневайся. Даже не сомневайся. Так, что мы ждем, ждем, когда начнем. Ребята, не заходите на карту, если вы, вас нет в этом списке, вы не приглашены на, ну, как бы не выбрали вас в данном конкурсе, поэтому, ребят, не заходите, иначе вы будете кикнуты с баном в карме. А оно вам надо? Я думаю, не надо. Давайте лучше, пока мы тут собираемся с мыслями, вы расскажете о своих планах на завтра. У кого какие планы на завтра. Вот у меня идти на работу. Вика, у тебя? На работу. Вот, Миш. Вот, Наташа. Наташа Зуев, скинь нам свой никнейм в танках, потому что иначе я просто не смогу тебе его отправить в подарочек. Вайн, на 250. Идея, 24 лайка, и будут у нас промокодики. У него нам тоже, между прочим, 23 лайка, и будут промокоды у них. И вот и сразу. Ну и что, что ты видишь эту бонусную карту? Она периодически меняется. Ну тебе плохо, что ли? Добить звезды на работу. Байн, мы не раздаем просто так подарочки. Мы даем подарочки за вопросики, ответы на вопросики. Поэтому просто так мы и не раздаем. Кстати, у меня тут появилась такая идея. Вот у нас много есть тех, кто у нас учится, да, вот в поле. Именно вот сейчас я обращаюсь к тем, кто у нас еще учится в школах, потому что это прекрасная, между прочим, пора детства, да? Боже мой, как давно это было? Хотя не так давно, но давно, да? Ну да. Ты запомни, 48 на двоих. Да-да-да, не важно там сколько кому, но тем не менее. Так вот, за пятерочки, просто за пятерочки, вот будем просить скриншот или фоточку, значит, и будем подарки дарить, а? Будет стимул какой у ребят пятерки получать. Пожалуйста. У кого-то 12-ти бальная система, где-то 10-ти бальная, где-то 11-ти бальная. Ссылки за баль... Какие ссылки? Кому-то 40. Саша, это тебе 40 лет? Не поверь, наговариваешь. По почерку видно. ВК, наверное, скидывать. А, ну это же мы еще пока что так, в планах это у нас. Мы еще ничего как бы конкретно не утвердили, что нужно... 12-ти бальная система, это что такая за система прикольная? Да, есть такая, да, на Украине. И я так понимаю, что круто, это 12 баллов, а можно за ответ получить 12 баллов? Ну, можно я один... Саша, дай, дай свой ник, наконец-то, наконец-то. Так-так-так-так-так, все, сохранила. Так, ну что, мы начнем или нет? Прикольно, кстати. Ключик. Там уже открыто все? Так, ребята, у нас близится к началу второй раунда, будет еще третий, но, тем не менее, мы разыграем, мы открываем наш сайт розыгрышей и ключик на данный момент 5729, 5729. Регистрируйтесь на нашем сайте розыгрышей, 5729. Прикольно 12-ти бальная, у кого-то 10-ти бальная, ну, вообще. 12 баллов это 5 с плюсом, 11 просто 5, 10, 5 с минусом и так далее. Ну, то есть, это вот прям официально 5 с минусом. Мне кажется, это раньше, вот, по крайней мере, когда я училась, там, не говорилось. Это просто вслух говорилось, я поставлю тебе пятерку, ну, вот, 5 с минусом, там, или четверку, но с плюсом. Миша, у тебя была такая система? До сих пор? Выгнали? Так, ну, я так понимаю, что у нас очень много школьников смотрят. Ребята, давайте рассказывайте, в каком бы классе. Прям интересно. Мне прям очень интересно. Ну, это я понимаю. Так, мы уже начали, у нас уже кого-то убивают, уничтожают, и тех ребят, которых уничтожили, они, по идее, должны покинуть карту. Ну, некоторые не покидают, нет, вот, я вижу, покупают еще Сенат, его тоже уничтожили, он тоже должен покинуть. Да, покинул карту. Ой, в девятом, в седьмом, восьмом, в двенадцатом. Отех, господи. Боже мой, боже мой. А, четвертый курс. Класс. Там был четвертый Б. Регина Мухамедзянова. Учитель. Просто. Вау. Я прям чувствую эту боль. Учитель. Кстати, да, двадцать лайков остается нам набрать для того, чтобы в чате вы увидели промокоды, смогли их быстренько скопировать и пойти активировать в магазин. Вот так вот. Я в третьем классе, ну, вообще о танках не знала. Я о телефоне не знала. Нет, знала, но мне его не было. И компьютера у меня не было. Вообще мне... Ты в детстве? Да, Надюш, говори. Нет, я говорю, что такое детство было у нас, когда мы играли там допоздна, блин, ну, сейчас снег, сейчас зима, конечно, до Старки не играли, но все равно. Или дома какие-то там настольные игры, я не знаю, во что-то такое играли. А сейчас играют в танки. Максоныч, кстати, вот, пишет, сами еще дети детьми сидят. Вот так-то. От души, Максоныч. Кстати, я в детстве была такой оторвилой, это просто страх. Я дралась с пацанами, кстати, как и ты тоже. Я приходила домой, у меня были коленки сбиты, у меня были ссадины, синяки, потому что, ну, реально, вот, ребенок, я не знаю, как сказать, вот, опасный был. Оторви, оторви и выбрось, так говорят. Да, именно, вот, именно такая я была. Я была такая хулиганка. Это прям... Зато, когда вот пошла в школу, когда я поступила в университет, я была такая вот вся паинька, такая вся холошенькая, знаешь, пример для подражания. Ну, сейчас я надеюсь, что тоже остаюсь примером для подражания. Да, конечно, это у нас сейчас просто золото, просто неповторимая наша Викуля. Есть у нас победитель второго раунда, и мы будем уходить с этой карты и пойдем на третью карту, пока поговорим с вами в чате. Да, вот, я почему-то верю, что Викуля вот та самая оторвила, потому что даже вот сейчас такие вот чертички пробегают, пробегают, это заметно, вот, и мы нашли друг друга на самом деле, потому что я была такой же. Это было весело, это было круто, это были беспечные моменты такие в жизни, что ты сейчас вспоминаешь очень много всего интересного и как хочется вернуться. Но самое для меня, наверное, главное большое, вот, всех друзей бы вернуть с того, начать общаться снова. Но очень многие разъехались, кто где, и вообще очень трудно уже кого-то найти. Кстати, ключик у нас 5729, 5729. Стринг пишет, господи, слушаю вас с удовольствием. Боже, как приятно! Правда, вот прям приятности! Боже, 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 даже Миша приятно! Я надеюсь, это был не сарказм с его стороны? Нет, я уверена, что нет! Кстати, пока мы... ой, Надюш, опять перебила я тебя. Не-не-не, всё нормально, давай. Пока у нас ещё время позволяет, я так думаю, я задам третий вопрос, да, и, наверное, контрольный на сегодня, прям финальный. Вам нужно назвать день, месяц и год, когда можно было всего за такое-то количество кристаллов приобрести абонемент на бесконечные припасы, действовавшие до рестарта 10 мая. Ну, а когда он именно появился, вам надо назвать эту дату. В тот день в игре было практически невозможно найти игрока, кто не ездил бы с гирляндой, кроме разве что тех, кто играл в пол-битвах с отключенными припасами. Поэтому вам нужно назвать день, месяц и год, когда появилась эта гирлянда. И за какое количество кристаллов можно было приобрести такую. Артур Салдонников, ну ты прям красавчик! Регина, вот я, кстати, не знаю, тяжело быть учителем, просто вот я такой человек, что я очень люблю детей, вот, и у нас там взаимно, вот, они такие все холостенькие, прям, вообще. И вот, когда мне говорят, что, боже мой, как это тяжело, да, с детьми, да, школа, да, и нянечки, вот эти в ясеньких там еще. Но сам факт, а вот маленькие, которые вот годик-два, они же все, Миша, в смысле, они же все такие прикольные. Саша Мир, а-а, не 1 апреля. А-а, не-не-не. А-а, не 1 апреля. Так, 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 мы ждем, ждем участников на третий раунд, пока я вижу только одного, поэтому мы ждем, пока остальные зайдут. И после этого раунда мы начнем розыгрыш, а пока я напомню вам ключик. Ключик сегодня 57.29. Так. Так, ребят, что-то у вас никто не приходит на третий раунд. Какая пушка тащит на майоре Жига М2? Прис М2 Жига М2, Гром М2, Магнум М2, Рели тоже М2. Ну, я бы вот тут сомневалась между Жигой М2 и Рели М2. Потому что мне нравится и то. Ну, скорее всего, наверное, лучше Жигу брать. Я бы купила Рели. Ну, вот, видишь, два. Я не знаю. Мне кажется, рельса, она хороша с устройством. Он пишет, что у него нет устройств. Вот, Саша, Зуев, ты уже, да, ответил правильно, но... Вот... Я ведь сегодня уже получал подарочек, и мы тебе его обязательно отправим. Саша, Зуев, вот... Да, и я такая, значит, на минуту, и Надя такая на минуту. Миша, тебе там не надо никуда. Саша, вот ты согласен, чтобы мы кому-то еще подарили подарок? Ну, например, The Dragon's Laya. Ты уступишь этот титул ему? Потому что сегодня ты у нас уже получил подарочек. Мы тебе его обязательно отправим, это 100%. Прям вообще. Все, Саша Зуев отдает свой правильный ответ The Dragon's Laya, потому что он второй у нас ответил правильно, и правильный ответ, это... 9 мая 2015 года можно было всего за 70 кристаллов приобрести абонемент на бесконечные припасы, действовавшие до рестарта 10 мая. Поэтому, The Dragon's Laya, с тебя теперь твой ник в танках, и в настройках, это сейчас касается всех абсолютно, поставить галочку «Принимать подарки от всех», иначе я просто не смогу отправить. Саша Мир, ты был второй? Хорошо, и тебе вот, давайте так, мы это первенство поделим между вами двумя, поэтому и с тебя тоже твой никнейм. Объясните, почему не могу попасть в участники конкурса? Если честно, вот сейчас это вопрос даже для меня, потому что там как-то что-то сложно, всё так устроили, и поэтому есть какие-то проблемы. Но я думаю, что обязательно в следующий раз мы всё решим. Вот точно, точно, точно говорю. Всё будет исправлено, всё будет легко.